Благословение 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 Перед молитвой Братья Рассказали немного о себе Вот сюда можете встать А, или сюда вот даже А, или здесь, нормально здесь, да? Как раз всем видно И я хотел бы, чтобы братья представились, у них особое служение в Черкасской области, не знаю, мне верится, что будет своя даже епархия, потому что есть к этому уже тенденция, слава Богу, в трех разных местах, но недалеко друг от друга трудятся братья, и это новые приходы, молодые приходы, которые будут расти, я убежден, слава Богу. И я хотел бы, чтобы каждый из них представился и вкратце сказал свое свидетельство, и, может быть, напутствие, может быть, какое-то пожелание, благословение для всех собравшихся. Будьте благословены, меня зовут Трофимов Константин, я служитель церкви в Черкасской области, и, как бы, немного хочу для того, как бы, представить себя до Господа и показать, каким уже сейчас Бог, то, что сделал в моей жизни. Я, знаете, я уже, как бы, сейчас смотрю на свою жизнь, на прошлую, ну, как бы, основываясь на Писании, потому что, когда живешь без Бога, оно, как бы, кажется, все нормально. И, когда сейчас я смотрю, я вижу, насколько становится слово, оно правдиво. Писание говорит о том, что человек без Бога, он, как овца, который без пастыя, он ходит, живет, все нормально, ест травку, смотришь, как бы, все нормально с виду, все хорошо. Но, когда овец много, так как и людей на этой земле, да, и каждый ходит своей дорогой. Я тоже шел своей дорогой, и мне казалось, она, как бы, нормальная. Мне было пастыря, я выбирал сам свой путь в этой жизни, и местам казался, как бы, правильным. Я шел, если не получалось так, я шел по-другому, как бы, знаете, там попил водички, не подралась, пошел там попил водички, как бы, травку там пощипал, то есть, и грех был разнообразный в моей жизни. И я все равно считал, как бы, о том, что все люди живут подобно. Ну, кто-то так, кто-то так, и мне казалось, нет разницы между людьми. Все мы живем неправильно, я понимала, так как бы, ну, выхода не было. Жил, как живу, если с ним. Но в один прекрасный момент, вы знаете, я еще, как бы, основываясь на писании, скажу, нужен пастырь, для того, чтобы овца не обратила сама по себе, ей нужен пастырь. И с этим пастыром надо встретиться. И тогда ты видишь, смотришь на свою жизнь, смотришь, ты ходишь вообще, ищешь непонятно чего. И я вот так бы встретился с Богом, с пастыром, с крестом. И я до этого употребал наркотики пробовал, алкоголь, это как бы, ну, как все люди, не было алкоголика. Ну, так, в компании, друзья мы встречались, это было нормально. Потом перешли на более такие серьезные, да, на наркотики тоже, как бы. Сначала это было, как бы, в шутку, как бы, ну, как бы, для общения по-своему. А потом это, как бы, переросло в зависимость. И уже жизнь изменилась не так она красиво и показалась. Чувствовалась, как бы, эта пустота все время. И я видел, ну, как бы, это было уже, как бы, безысходно. Хочешь выйти, не можешь. И оценивая опыт прошлой жизни, как бы, опять же, неверующей, находясь в зависимости наркотической, я смотрел, я уже в жизни был попробовал и то, и то, и то. Там нет того, чего и ищешь. Как бы, этой радости, счастья, человеческого, да, нет этого всего. И, как бы, то последнее, в чем я находился, это в наркотиках, в этих вот суммах. И это не дало той радости, а, наоборот, еще хуже стало жить. Уже, как бы, хотел вернуться просто в обычную жизнь, которая была до того, как я стал зависимым. Но уже нельзя было этого сделать. И когда я уже встретился с Христом, мои просто, как бы, знакомые, они первые пошли в церковь. Мои друзья тоже, мы с ними по общему наркотическому делу были связаны. Они пошли в церковь, приехала была миссия, в педицинской церкви. Они туда пошли. Ну, поначалу, как бы, это все воспринималось шутку мной. И, ну, когда я увидел перемены в этих людях, вы знаете, и, тем более, зная самих этих людей, какими они были, когда мы жили одной жизнью с ними, я увидел эти перемены, это все. И я пошел вместе с ними на эти собрания раз, второй раз. Ну, как бы, поначалу это было, ну, не очень касалось. Я не скажу, я сразу там взорвался, бросился, упал на колени. Нет, это как бы еще сердце было таким, как бы, жестоким. И я, как бы, воспринимал это, как бы, ну, несерьезно, как какая-то афера. Мне как-то все время казалось. Но наш разум, он как-то все воспринимает новое. Часто, как то, что, как бы, нас пытаются что-то втянуть, что-то использовать, как бы, нас, да. Вот часто, когда мы сталкиваемся с неизвестным, мы насторожены и думаем, нас сейчас будут использовать. Вот я тоже так думал, и когда я увидел, каждый раз, когда я приходил, все равно мое сердце сныкчалось, и я чувствовал, я начал просыпаться с другими стрелями. Я еще даже не молился молитвой покаяния. Я просыпался, вот именно, как бы, я впитывал в себя это слово, оно, как бы, само собой меня входило. И я, когда просыпался, один прекрасный момент, я проснулся, я без, не молился, не каялся перед Богом, ничего. Ну, как бы, слух, ну, может быть, я не знаю, может быть, в сердце я уже, как бы, принял это было. Хотя, так, сам с собой пытался еще бороться. И один раз я уже пошел в очередной разное собрание, там, ну, я не постоянно ходил, ну, так, раз в неделю, там, через две недели раз схожу. Я пошел, и когда был призывом молитву покаяния, я думаю, испытаю все это до конца. И вышел, помолился молитву покаяния, и вот тогда я уже увидел по-настоящему такой взрывный для себя. Я когда вспоминаю сейчас, у меня бывает даже, как бы, аж, по такой, знаете, как дрожь по телу идет. Я переживаю это, как бы, по-новому. Я когда утром проснулся, я почувствовал себя новым человеком по-настоящему. Это было то переживание, я даже сейчас, бывает, такого не переживаю. Это было насколько таким... жизнь, она по-настоящему... Я понял, это началась жизнь. И это не просто красивые слова. Я думаю, многие из вас это уже переживали в жизни. Вы знаете, это была настоящая жизнь. Хотя я еще, как бы, не бросал курить, но все остальное у меня внутрь перевернулось. Я понял, что уже старое ушло. И, ну, конечно же, соответственно, общение, молились за меня, все, да. Много чего для меня сделали, церковь моя. И я просто благодарю этим людям, потому что меня поддержали. Потому что все равно, как бы, если бы не было этой поддержки, никто не знает, как бы было дальше, да. То есть, если человек, он получил спасение, это не говорит о том, что он уже будет дальше идти таким верной дорогой. Меня поддерживали, утверждали, наставляли, да, было в свое время. И вы знаете, я, как бы, остался служителем в этой церкви. Много моих знакомых, друзей тоже приходили и пришли, и получили спасение. Многие уже даже служат в таких больших церквях, разные постарай, миссионеры уже сейчас. И тоже они, как бы, были в разных грехах. Вы знаете, и я, когда уже, как бы, боли утвердился в церкви, мы поехали с моей женой, я уже, как раз, уже в цебудущее церкви женился. Отец Сергеев был на нашей свадьбе с моей женой тогда, как раз, он тоже был в церкви, приезжал в гости, в гостях у нас. И, как бы, тогда уже, я просто вижу, сейчас, как бы, анализирую это все. Бог уже тогда был, именно, как бы, в православном законе. Я, как бы, не осознавал, это были первые встречи, первое знакомство. Такое, оно, как бы, ну, было обычным. Но сейчас уже, как бы, Бог, Он открывает все вот эти встречи, все то, что было раньше, это было непросто. Я скажу, мы должны вообще оценить жизнь свою. Все то, что происходит в нашей жизни, это не просто так день прошел. Это подготовка к завтрашнему дню, к завтрашней нашей жизни. Я тогда тоже этого не понимал, даже будучи верующим. Когда мы поехали с моими живыми миссионерами в поселок Лысенко, такой, из Чайковской области, мы туда поехали, там, небольшой, такой, нам, можно сказать, брат, он так, как бы, был таким одиноким. Не было у него, как бы, соратники, была церковь, она распалась, он остался один. Мы с ним познакомились, и он, ну, он христианин, как бы, одинокий остался, да. Он нам предоставил дом, в котором мы жили. У него отрастался от родителей дом, и мы жили, начинали там служение, все. И в итоге служение Ростов так, как бы, возрастало. И, ну, Бог, Он все равно, мы, знаете, как, вот шли в таком харизматическом стиле, в харизматическом таком движении. И я сейчас, как бы, уже понимаю, мы очень сильно много тратили сил на борьбу с человеческими, ну, как бы, с православными нашими убеждениями. Много людей, все люди считают себя православными, но никто не живет по-православному даже. Понимаете? И мы боролись с этим всем, пытаясь переубедить людей в неправильности православия, неправильности всех этих обрядов. И, как бы, пытались завлечь его к нам. И это была борьба, просто очень много потрачено сил. Были результаты, но было очень много поражений. Я видел, как бы, нет результата этого всего. И я сейчас, как бы, понимаю, что Бог, Он показывал свой путь. Не тот стандартный путь, который, примерно, идут все церкви. Я не говорю, что это неправильный путь. Просто у каждого свой путь. И вот Бог для нас бы приготовил этот путь. Мы сейчас являемся православной церковью. Мы находимся под покровительством отца Сергея, архиепископа нашего. И я думаю, как бы, сейчас я смотрю, как это все открылось. Бог ввел нас в это. Мы не соглашались, мы, как бы, пытались удержать какую-то такую свою, такую харизматическую, там, можно даже не очень сильно харизматическую, харизматическую, педдесятническую, такую, как бы, ну, дорогу. И мы пытались не идти, идти. Но это было просто, как бы, стремление сохранить очередную форму. И мы, вот, немного сегодня перед служением с пасторами, так, как бы, скользь затруднили эту тему. И я уже, как бы, говорил, там, мы, как христиане, мы должны быть гибкими. Мы должны быть просты, как голуби. Должна быть эта простота. Есть моменты, когда нам нужно быть твердыми, да? Но есть моменты, когда нам нужно быть гибкими. И гибкий в отношении Господа. Просто, если Бог говорит какие-то вещи, не нужно пытаться противостоять и, как бы, думать о том, что я, ну, сейчас сгибаюсь, перед Господом надо сгибаться. И я думаю, и то, что мы делаем сейчас, оно, я вижу, это, как бы, пошло. Люди открылись, те, которые раньше были закрыты. Они считали нас сектой, потому что нам приходится больше работать. Вот, братья, это тоже, как бы, больше сельская территория. Потому что мы сейчас находимся в поселок городского типа, а вокруг одни села. И люди совсем по-другому спонимают Бога. И когда я пытаюсь отнести Бога такого, как мы видим, и научить их, это очень немного времени надо. Я понял, это просто ненужная борьба. Есть более простой способ, который люди принимают, но научить их истине, который мы, как бы, пытаемся отнести. То есть и православная церковь, она очень близка к людям. Мы должны, как бы, жить в этом. И я думаю, если мы будем дальше слушать Господа, это будет намного больше, чем то, что есть сейчас. Я не буду занимать время, братья, еще. Вот. Потому что в сельской местности, ну, люди нас считали чужими. Вот встречаясь сейчас с неверующим человеком, говорит, да вы американцы, вы там чужие, вы вообще не отсюда, вы сектанты и тому подобные вещи, да? Вот. А я говорю, а кто же вы тогда вы? Вот мы православные. Начинаешь человеком общаться, спрашиваешь о том, о семе, о этом, так он вообще далек от православия, далек от веры, далек от Иисуса, вообще даже какие-то элементарные обряды и то, на кого ничего не знает, но вот я православный. Я начал на этом поводу молиться, Господь, что делать, как дальше двигаться в этом направлении. Просто Бог показал, что, говорит, ты должен сделать всех и сделать всем, чтобы, если возможно, спасти хотя бы некогда. То есть, действительно, в этот момент, когда мы шли как к храматической церкви, были определенные результаты, некоторые люди спасались, некоторые церкви прилагались, кто-то уходил, кто-то приходил. Но основная масса сельского населения, где мы находились, она просто нас не воспринимала вообще. Они думали, ну что, приехали какие-то американцы, насадили свою секту, свою веру, свою религию, ломают наши традиции, ломают наше православие, то есть, ну, практически мы были врагами на остальной территории. Когда Бог это начал показывать, есть в Езекииле местописание, все вы должны узнать его, так же сказано, что из-под крыла храма выходил поток живой воды, да? И когда этот поток воды был сначала по лодыжку, там, по колено, по пояснице, потом, что она была плыть. Дальше продолжает то местописание, что когда две струи вошло в море, то воды и море сделали здоровыми. Господь спросил, Господь, что это есть? И Он сказал, действительно, что есть. То, что есть у вас, как движение харизматическое, движение Ивановских церквей, связано с тем, что есть в православии, так действительно живет и то, и другое. Потому что, когда мы просто пытаемся сломать то, что было на территории сельских церквей этой местности, мы просто что? Вставали противниками, а не нам, а мы им. Когда мы начнем двигаться в этом направлении, то, что есть у нас, именно в Ивановских церквях, и то, что есть православные, готовы сделать вместе, как совокупить, да? Получится действительно то, что воды сделаются здоровыми в этом море, штреляются в этом море, в эти люди, которые в сельском местности у нас находятся. Мы просто начали в этом направлении тоже двигаться. Я вижу, что есть уже небольшой период времени в этом мы идем, но все-таки есть результат. Люди просто действительно открываются как-то, они уже становятся ближе как-то к Богу. Больше открываются именно для Слова Господнего, для спасения и для поколения. Витаю церковь. Для меня это очень большое благословение быть в вашем месте, быть тут, в церкви. Какой-то раньше бывал в этих местах, а сегодня ездил в вашем месте. И в равном качестве, как священник, как пастер, мне очень приятно. Я тоже хочу поделиться трошки своим життям, как бы так коротенько. Те, что вы видите сейчас, 10 лет назад, это совсем была другая человек. Это был законченный алкоголик. 36 лет, а у меня уже все, в жизни было закончено. Потому что так жизнь сложилась в обстоятельстве, у меня там проблемы с детьми были. Потому что, вы знаете, Чернобиль, и моя дочка народилась, и поставили диагноз, как воно там по-научному, короче, я скажу по-простому, в ней был непарный хромосом рост. И поставили диагноз, карлик, ну, людина, яка там виросла, 70 сантиметров, и все. И вот, вы знаете, все, что в жизни начало происходить, это просто как? Как мы всегда начали занимать это все спиртным. И 36 лет, и у меня уже ничего не было. Я уже ничего не хотел, и ничего не видел, и кроме того, что утром в стадии Бог молится. Но один прекрасный день, я его помню, как я хочу просто с вами поделиться. Когда живой Бог пришел к мне, это был травень месяц, когда я такой, знаете, рано в рамке, в 4 часа в рамку сидел на крильце, разбитый, потерянный, и пришел Господь. Я его не видел, но голос я чутко слышу. Оглянись, куда ты идешь, что ты делаешь. И именно я сходил сонечко, и он мне показал, и говорит, как ты думаешь, кто это сонце поднимает? Я есть, живой Иисус, я тебе могу помогать. Потому что, вы знаете, в таком алкогольной зависимости, в депрессии, уже есть такие моменты, когда хочется там життя покинчить с собой. И когда я этот голос слышу, мне просто этот голос сказал, вставай, вдевайся, иди в церковь. А церкви в селе не было. Ну, слава Богу, невеличка община была, баптиска у нас. Я пришел туда, меня Бог прямо взял за руку, я физично это слышал. Бо, вы поймите, алкоголик, зранку, если он не похмелится, он никуда не пиде. А меня Бог прямо ввел. Я еще и памятаю, как я упирался. Он говорил, нет, если ты сейчас пидешь в другую сторону, ты уже никогда не увидишь того, что я тебе предназначил. Вы знаете, я им дякую, что я тогда пошел за ним. И сегодня, вы видите, меня тут, среди вас. И тогда это началось просто, я в одну минуту, как бы, не одну минуту, за две годы служения, которые там были, я не молился, за меня никто не молился. Я просто сидел на служении на заднем ряду, меня колотило, трусило. Но, в конце служения, вы знаете, все это пошло. Где сделал? И я вышел без этого, иначе я никуда не пив всю горилку. И с того времени я сказал, что, Господи, я отдам своё життя тебе. Я просто начал служить пастерем в Сломож-селе, представляете? Сколько я с Господом боролся. Это было полчаса, он сказал, что ты будешь в этом селе служителем? Я говорю, Господи, помилуй, куда же? Вчера я валялся под забором, а сегодня священный пастер. Мне ты будешь. И это была война, Бог перемег, и брати помогли мне. Я принял. Это, и вы знаете, Бог сделал чудо, действительно, и церковь выросла. Для села, как взять население, там, 700-800 человек, на сегодняшний день 30 членов церкви, это даже хоть хорошо. Но вы знаете, что случилось? В один прекрасный момент, рост, просто, вот, мы стали на одном месте, и какое-то таке терможение сталося, и мы начали шукать выхода. Чому? Нема росту, нема руху. И мы начали молиться, и показу, и просить его Бога в молитвах, в постах. И Бог мне, как бы, открыл одно место, читаючи Битие, Бог меня навел на такое место, где Исаак ходил по местам своего батька Авраама и разкупал старые колодцы. Вы мое, помните? И вычищал их, и давал им старую назву. И когда я это читал, у меня последний Дух Святой сказал, я хочу, чтобы ты это сделаешь. Я начал спрашивать, как это сделаешь? И он говорит, потому что на этой земле, где ты ходишь, тут изначально была православная церковь. И они накопали цих креницов, но с часом грех, люди засыпали их. И я хочу, чтобы ты их раскопал. И действительно, когда мы начали шукать, Бог очень много вещей нам показал, какие православные церкви, их надо брать до уваги, очень много вещей. И мы начали в этом сейчас рухать, шукать эти колодцы Авраамовы. Начали их раскопать, расчищать, молиться. И вы знаете, очень такой результат, который мы увидели. Люди нашли нас звать в доме, и мы начали делать простые обряды, так как делают православные священники. Накрывать престол, может, знаем, кто там готовит эту святую вечерню, и давать немощным там хором. Вы знаете, когда мы просто это делаем, приходит Дух Святый. И людей начинается касаться, сердце людей сопрушается, они каются. Они совсем по-другому это уже начинают видеть. Они видят, что действительно, это не так, что человек пришел, что-то там, а они переживают Бога. И мы видим, что в этом будет будущее, потому что мы имеем возможность сегодня, одевши этот одежда, доступ к тех людей, которых сегодня на Украине не много, не мало 80%, которые говорят, что мы православные. И для нас Бог даёт такую возможность войти в их домики, чтобы они могли пережить живого Бога, так как мы с вами переживаем. Потому что мы понимали, да, мы спаслися, мы познали Бога, а остальные? Нам часто говорили, а вот и вам нашу. Вот это спаслося ей все. Это может быть действительно такая часть, которую Бог хочет спасать, но это не правда. Я думаю, что Бог не может так хотеть, чтобы из населения, из тысячи спаслося 100 человек. Это не правда. И мы с этим не согласились, и начали молиться. И Бог действительно сказал, что вы любите этот народ, то, что вы хотите посвятить его собою, я вас благословю. И мы сегодня начинаем на этом рухаться. Я благодарен Богу за нашу отца Сергея, который нас сегодня как бы сейчас назидает. Потому что, признавши это, мы не знали, как только вернуться, но уже был он. Мы с ним были знакомы, и мы знали, что нужно вернуться к нему. И вот это, что вы сегодня видите, это вы видите. Да, я скажу честно, не буду перед вами лукавить. Я хочу стать священником, который принесет людям свет и истину. Это то, что у меня в сердце. Я не знаю, как это делать, вам честно говорю. Но я знаю, что Бог это знает. Я сегодня с нашими братами, как бы на 100% мы надеемся на Господа. Потому что, как сказал отец Константин, я так его уже буду называть, чтобы он привыкал. Это пастер, пастер. Отец Константин, он говорил, что мы сейчас идем, как бы ночью. Знаете, машина светит. Впереди мы видим 100 метров, дальше мы ничего не видим. Я думаю, что мы в этом будем двигаться. И я хочу, чтобы вы за нас молились. Потому что мы только начинаем. Сразу поселили нападки. И со стороны наших братов и протестантов сразу же. Нас сразу обвинили, что мы выбрали легкий путь. Мы хотим вернуться туда, где пьянка, где грех. Ну, вы знаете, религия, везде есть религия. Но я думаю, что у нас есть поддержка. Это вы, мы сегодня с вами. Я дякую Богу, что мы сегодня тут, на сегодняшний день. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, я хотел, я за свою дочку рассказал, да? Я хочу засвидетельствовать. Моей дочке сегодня 18 лет. Я никаких заключений и врачей не делал, но она сегодня уже почти меня догоняет в росте. АПЛОДИСМЕНТЫ Бог все изменил, даже на уровне промысуни в ДНК. Для него ничего не может. Так что я, для тех, кто маячу проблему, всегда надейтесь на Господа и Бога. Слава Богу. АПЛОДИСМЕНТЫ Богин не зря так думал, что придя к Богу, в церковь, да? Что от Него что-то надо будет. Что будут его использовать. Бог, оказывается, хотел его использовать на самом деле. Он думал, что люди будут ради своей корысти, ради своей выгоды будут его использовать, да? Кинуть его, как в миру в этом, да, принято. Кинь ближнего, пока в ближнее твое кинул тебя, значит, да? Но, оказывается, Бог, Он привлекал к себе, чтобы дать Ему труд. И, знаете ли, как вот рыбка. Мы сравниваем часто Евангелие, да? Согласно Писанию, Новому Завету, с неводом, да? Притча о Царстве. Мы сравниваем часто и говорим, что слава Богу, что вот всякая рыба много вытаскивается с сети Евангелия. И мы часто сравниваем именно как раз евангелизацию с рыбалкой, да? Очень хорошее сравнение. Но каково рыбе? Я не часто бывал на рыбалках. У моего дедушка был заядлый рыбак. Я так, ну, бывал иногда. И на ночь уходил иногда на рыбалку тоже с дедушкой. Но, знаете, я сравнивался на Волге, в Средней Поволжье, и там как бы не рыбачивать вообще нельзя. То есть это как бы огромная река, рядом много притоков и прочее. Так вот, и скажу, что для рыбы это не очень хорошо. Она упирается. Я еще не видел никогда рыбок, которые сами вот просили, ну, достань меня, пожалуйста, вытащи меня, пожалуйста. И, знаете ли, они барахтаются, они упираются. Надо подсечь, знаете, да? Если на резиночку ловите. Значит, и потом вытаскивать аккуратненько, чтобы она не сорвалась. А потом она брыкается, брыкается, она задыхается, она дышит этим. Пытается воздухом, думаю, кошмар, что здесь происходит? Да? Значит, мои дети в такой фан-клуб вступили, как бы такой, ну, такой неформальный. Спанч Бобс Вэпенс, значит, да, значит, правил этого Патрика, значит, губка Боб. Значит, и там сели такая есть, когда, значит, там они попадают к этой белке из Техаса, значит, в такой, как бы, ее дом, что ли, где воздух. И они там задыхаются, потому что там нет воды. То есть, для рыбы нормальная вода, но ненормальный воздух. Но Бог нас хочет вытащить из нашего прежнего, в чем мы нормальны, как рыба в воде, и дать нам новое. Слава Богу, друзья. Я думаю, что у братьев получится хороший труд. Я очень молю о том Бога сейчас, и хочу помолиться вместе с вами также, чтобы Господь благословил братьев. Завтра мы тоже будем молиться за них и благословлять их. Они будут с нами еще и завтра. Потом отправятся они обратно к себе в Черкасскую область на труд, продолжать на труд у себя в своих поселках, в селах. И если Бог кого будет поможет отмолиться за этих братьев, молитесь за них, пожалуйста. Если может Бог кого располагать сердце, благословите их. Благословите их молитвами, финансами. Я не знаю, как в вашем сердце есть. Подадите к ним, благословите их. И знаете, что еще интересно? У меня молитва последние эти месяцы наибольше активна. В том, что Бог, чтобы через служение новых священников, священников православных нового поколения, возбудил дух ревности такой многих традиционных священников православных, чтобы они ревновали от Бога, чтобы они хотели, захотели бы нового служения, чтобы они увидели другой пример, других священников. Знаете, вот братья прошли кое-что, да? И алкоголь, и наркотики, зависимости такие, да? Знаете, вот свидетельство о чудесах Божьих мы слышим сейчас, да? И скажу, что для православной, допустим, церкви это очень сильное свидетельство, что Бог, Он спасает от этих проблем. Ну, чего грехотноить? Вот наше священство православное чаще всего спившееся. Найти трезвого священника, ну, в Украине еще попроще ситуация в чем-то, конечно. В России она гораздо сложнее ситуация. Найти трезвого священника порой в целой области, целой епархии очень трудно. То есть священника, который, будем так говорить, не был алкоголиком, именно бытовым алкоголиком. Не подзаборно, подзаборно, ну, это обычно в епархиях не задерживаются такие. Но вот такой бытовой алкоголизм, это очень характерно. И эти люди, они будут нести служение. Брат рассказывал, что в общении, что там, допустим, кто-то выпивает, они уже стесняются уже. Уже вроде как, уже, вроде нехорошо уже, потому что видят уже пример трезвого служителя. Слава Богу. И, друзья, во многих странах нечто подобное происходит. То, что сейчас в Украине. Мы сегодня, вы пришли сюда на семинар по истории христианства, да? А неожиданно оказались сами частью истории. Можно в историю войти, а можно влипнуть в историю. Вы не влипли в историю, вы попали в историю. По-хорошему. Потому что вы сегодня присутствуете при историческом событии. Я говорю без всякого пафоса, преувеличения абсолютно. Просто трезво взвешивая все за и против, говорю, вы сегодня участники исторического процесса, исторического события. Потому как рукоположение таких братьев, таких служителей сегодня будет молиться. И завтра вечером, может, не так уже долго, но мы будем тоже молиться за них и благоставлять их уже в дорогу, туда, в Черкасскую область, в области себе. И знаете, друзья, пусть Бог, Он чудесами и знамениями сопровождает проповедь словом Его. Пусть Бог приводит грешников в покаяние. Пусть Бог людей этих в рясах с крестами на груди, Он использует там, куда Он их посылает. И еще дальше. Интересно, слова о том, что два потока, они слились и вошли в море, и воду сделали здоровыми. Пророчество. Я слышал это из уст одного протестантского известного служителя, значит, Паночка, Михаил Степанович, епископ Союза Пресадников. Мы с ним как раз общались, в то время очень так напряженно об этом, и долгое время общались, на эту тему. Он выслушивал мои такие, как бы, впечатления. Я говорил ему о реформации церкви. Это было в конце 90-х. Я не помню точно. 99-м, может быть, год. Может быть, 98-й год. Мы общались с Михаилом Степановичем на эту тему. И он возьми до искажения. Такие же слова. Он сказал, что если вот вы православные, вы всегда ревновали по истории, и ревнуете сейчас, говорит, именно об исторической приемственности церкви, как бы. Больше вот на это упор делайте всегда. Мы, говорит, присятники, и наши отцы, он сам из протестантской семьи, служителей, и его дед был служителем тоже. Так вот, мы, говорит, и отцы наши, мы всегда ревновали и ревнуем именно о благодатной приемственности такой, чтобы быть в духе апостолов. Может, не совсем исторически, как бы, мы все понимаем, как бы, и часто, как бы, ну, как бы, не знаем этого, но мы ревнуем о вот этой благодатной приемственности. А потом он сказал, но если вы, говорит, вот обновленцы православные, сегодняшние, сможете вот эти два потока соединить, как бы, то действительно, я знаю, что вы сделаете то, что не сделаете ни мы, присядники, ни кто другой. Это будет новое движение, течение, и будет много рыбы. И воды будут здоровыми, друзья мои, Бог может это сделать. Для него нет ничего невозможного. Мы слышали, довольно-таки ДНК, там, и как еще вот это Бог действует. Слава великому Богу! Он есть воскресенье, жизнь наша. Давайте мы сейчас встанем на молитвах, друзья. И я призываю сейчас милость Божью, это место, благодать Бога. И прошу от лица всех вас, у нас традиции сейчас в церкви, и я, конечно, в мае месяце, надеюсь, планирую быть у себя в Киеве, в церкви, и, конечно, жду братьев, чтобы мы в мае месяце, также все вместе за вас тоже помолились, все церковные, потому что наши съезжаются тоже, священники, даст Бог ей письмам, и приедут, мы вместе, чтобы вместе за вас помолились, еще раз благословили, может, Бог какое-то слово скажет, и вы расскажете еще в церкви, в Киеве, вот о том, что Бог сделал вот в это время, в течение вот этих дней, этих недель. И знаете, друзья, молитесь сейчас за них, молитесь, мы не можем сейчас так все вместе сделать, но как бы протягивайте свои руки, просто благоставляйте, как будто бы вы возлагаете на них свои руки, благоставляйте их, в какой бы церкви, но самое главное, сразу на церкви здесь христиане, это еще ценнее даже, вы молитесь и благоставляете их, каждого из них вы слышали немного, у них есть что еще рассказать, но вот это мы даже уже достаточно, чтобы понять, что это люди, которые любят Бога, и они хотят спасения грешникам, они хотят принести спасение многим людям, благоставляйте их сейчас, благоставляйте их дома, их родных и ближних, и благоставляйте тех, с кем они будут соприкасаться, и от вашего имени, но в первую очередь от имени Господа Бога Всемогущего, как посланный им, я благоставляю моих братьев, и возлагаю свои руки, и в традиции православной есть очень важная такая молитва, мы сейчас ее вместе произнесем, и она называется верою, и еще, я возлагаю свои руки, и потом говорю слова, которые говорит православный египетский, обычно в этот момент в положении освященника, говорит аксиос, то есть достоин, пусть небо, говорит аксиос, пусть ангелы Божии поют сегодня вместе с нами, Бог Всемогущий, благослови наши братья, благослови во имя Иисуса Христа, все ангелы сейчас, Твои Господь, собравшись здесь вместе со всеми нами, Господь, будьте свидетелями этого таинства сейчас, во имя Иисуса Христа, Боже, это все собрание великое, Боже, благословляет братьев, Боже, и как послан Тобой, я благословляю моих братьев, и вместе с ними, Господь, я провозглашаю стихи, исповедание веры, символа веры, и вместе со всеми присутствующими, исповедую символ веры, братья, давайте скажем все вместе, и присутствующие все, я верую во единого Бога Отца, во единого Бога Отца, всемогущего, Творца Неба, земли, всемовидимого, невидимого, и в единого Господа, Иисуса Христа, Сына Божьего, единородного, от Отца Рожденного, прежде всякого времени, света от света, Бога истинного, от Бога истинного, рожденного, а не сотворенного, единосущного Отцу, через которого все сотворено, нас ради людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого, и Девы Марии, и старшего человеком, распятого за нас, при понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего, и воскресшего, в третий день, как было предсказано в Писании, и воздевшегося на небеса, и сидящего на почетном месте у Отца своего, и вновь грядущего, во славе Своей, чтобы судить живых и мертвых, и Его Царству нет и не будет конца, и в Духа Святого, Господа истинного, животворящего, от Отца пришедшего, с Отцом и Сыном, мы Ему равно поклоняемся, и проставляем Его, и Он говорил нам через пророка, воединую, святую, соборную, и апостольскую царковь, исповедую генокрещение, восставление грехов, ожидаю воскресения мертвых, и жизни будущего бека, аминь, Бог Святой благослови, Отец, я возлагаю в Свои руки, Господь Божий, смогущий, святой, и прошу Тебя, Господь, Духом Святым Своим, Господь, соверши это Таинство, Господь Смогущий, благослови укрепи братьев, укрепи Господь Божий в этом их служении, благослови Господь благословляющих их, Божий, будь Господь надежной защитой, Божий в их нелегком служении, Господь благослови их, пусть Господь люди каются, примиряются с Тобою, чудесами и знамениями сопровождая, Господь пробует Слово Твоего, во имя Иисуса Христа, Божий, я прошу Тебя, Господь, пусть Господь многих традиционных, православных священников, Господь, зацепят по-хорошему их служение, Господь, Божий, и возбудит Духом, Господь Божий, к служению Тебе, во имя Иисуса Христа, к освобождению, во имя Иисуса Христа, Божий, благослови Господь, без Тебя они ничего не смогут сделать, Господь, и мы просим Тебя, Господь, о милости, о благодати Твоей, Господь, Бог, благослови их, каждую из них, благослови их семьи, их дома, их ближних, Бог, благослови тех людей, что ты доверил уже их, Господь, пасторству, водительству, лидерству, Бог, благослови новых людей, Господь, когда они вернутся к себе, в Черкасскую область, Господь, Боже, с самого первого дня, Господь, выбери нужных людей, Господь, удали непорядочных, Господь, людей сейчас, ибо не во всех верах, лукавых людей, Бог, смогущий, благослови, Боже, во имя Иисуса Христа, и благослови Черкасскую область, Бог, смогущий, и Черкассы, Господь, и районы, центры, села, поселки, благослови, в лице этих трех священнослужителей, Боже, мы благословляем всю Черкасскую область, аминь, всю землю Черкасскую благословляем, Боже, Господь, там прямо в центре Украины, Господь, произведи действие свое, о чем ты говорил в пророчествах, уже не раз Господь, Боже, благослови Господь, во имя Иисуса Христа, пусть потоки воды живой, прориспекают в жизнь вечную, Бог, ты говорил, братьям Господь, Боже, о том, чтобы раскапывать колодцы, Господь, во имя Иисуса Христа, пусть Господь, Реки воды живой происхают в жизнь вечную. Пусть жаждущие придут, и они будут опорены, Господь. Во имя Иисуса Христа. Благодать твоего будет с ними, Господь, и со всеми нами. Мы нуждаемся в тебе, наш Бог и Царь. Благослови нас. Благослови во имя Иисуса Христа. Аксиос, все вместе. Аксиос. Благословляем вас. Будьте достойны великого служения, которому Бог вас призвал, братья. Будьте достойны. Не сворачивайте от Христа ни вправо, ни влево. Идите прямым евангельским путем. Он впереди вас. Не озирайтесь. Не оборачивайтесь. Не озирайтесь по сторонам. Идите прямо путем, который сам Иисус Христос. И Бог да будет с вами во все дни. Аминь. Благословляем вас, братья. Благословляем вас. АПЛОДИСМЕНТЫ О, слава Богу. Друзья мои. Молитесь за братьев. Завтра мы еще за них помолимся. И благословим еще их. Приходите завтра. Также на это благословение. И благословим их в дорогу. И, друзья. Я говорю, что это одно из знамений последнего времени. Бог свидетель. Я никого не агитировал. Присоединяться. Не переманивал и прочее. Я просто молился. Как многие из нас давно молимся. Господину Жаповой. Чтобы тот выслал своих делателей на великую Жапову в последнем времени. И Бог знает, кого он высылает. У нас в епархии священнослужители очень разных судеб. Некоторые из них. Как вот и я. Вот перед вами стоящий я. И некоторые из наших братьев, священников. Также выходцы из традиционного православия. Некоторые из нас ничего, кроме православия, не знали раньше. Потом познакомились с евангельским движением. Потом познакомились с другими христианами. Некоторые из нас, священников нашей епархии, выросли уже в нашей церкви. Они покаялись в нашей церкви. Или в Киеве непосредственно. Или в других городах некоторых. И окрепли Бог призвал их на служение. Они не знали традиционного православия. Они из самых первых шагов. Эти люди, эти братья, некоторые сестры у нас, где конец есть в служении. Они выросли в нашей церкви. И они сегодня несут служение. А некоторые, скажем для меня, особые люди. Это особенные люди. Те, которые... Ну, традиционно православные все по рождению. Но те, кто пережили Бога, именно спаслись, спасение, свое возрождение, пережили в евангельской церквиах, протестантской церквиах. И кого Бог призывает сегодня, вот как вот троих братьев, да, в Черкасской области, призывает на служение, православное служение. Друзья, это не лезда менее опасного времени. Кстати, и вот в этих вот три категории у нас священства, да, как бы, ну, не то, что категории, но как бы разные судьбы. Примерно вот три направления нашего священства. И я в этом вижу особый знак. Одно из служений нашей церкви – это служение примирения. Служение примирения, которое мы несем, мы, как христиане, в церковь Христову. Очень много, знаете ли, в истории христианства очень много было скандалов, больших и малых. И я помню в Рязани, когда проповедовал как-то на межконфессиональном собрании, там пели одну песню интересную, с Москвы были братья, они пели песню «Во Христе одна семья», мы и я, там ты и я, там что-то такое. Красивая песня, хорошая песня. Люди были очень воодушевлены, многие, ну, я тоже, конечно. А вслед за песней, мое было время как раз. Там были разные служители, они делились словом, баптисты, хоризматы, писательки, разные были проповедники, а вот вслед за этой песней была моя очередь. И я вышел, и, знаете ли, я начал с того, что рассказал, ну, как бы из истории христианства, примеры некоторые привел, и сказал, что, говорю, знаете, друзья, мы как бы одна семья, но довольно, христианство одна семья, конечно, но довольно-таки такая скандальная семья. Знаете ли, где, как правило, как кошкой с собакой, знаете, вот, как бы грызутся, но есть разные семьи, да, в некоторые семьи приходишь, там как бы мир и покой, В другие приходишь, там как будто бы война всегда идет. Я не знаю, есть даже такое выражение, как бы итальянский, как бы, как там, ну, тип семьи, как бы, да, где все время скандали, там, значит, Марио, там, значит, там, иди играй в банк, там, ограбление по-итальянски, помните? Вот, значит, ну, знаете ли, на самом деле, Бог хочет, чтобы его семья, она была особой семьей. Чтобы узнавали его семью именно потому, что имеет любовь между собою. Слава Богу. И не только, кстати, в Украине, вот так Бог призывает братьев к служению на Думу. В Америке есть один из харизматичных таких лидеров православной церкви, сегодня он служитель, архиепископ Марк Инак Аш, Верон Аш. Кто знает, его проповеди слышал, наверное, очень интересный брат такой, он в Калифорнии Южной служит. Пока предварительно мы с ним договорились о встрече, но пока мы лично не общались еще, только по телефону. И так мы по переписке. Надеюсь, в этом году с ним познакомиться лично все-таки хочу. Так вот, и Верон Аш, он покаялся, свое спасение, возрождение свыше он тоже получил через протестантских служителей. В протестантской церкви у пятидесятников, черных пятидесятников, и там в основном чернокожие были в этой церкви, но это были очень горячие братья, которые рассказали ему о Христе, которые явили ему Христа, показали ему Христа, указали на Иисуса, его жизнь преобразилась. И Верон стал очень таким, ну, радикальным евангелистом по всему западному побережью. Его хорошо знали не только в Калифорнии, вот от Сан-Диего и до самого, до Сиэтла. И Орегон, и Вашингтон, все эти три штата его хорошо знали, как евангелиста, неутомимого. Он ездил по этим вот разным церквям и участвовал в служении пробуждений. А потом Бог интересным образом, то есть Он духовно окреп, и Бог призвал его к удивительному служению, которое поначалу Он воспринял как искушение. Не может быть. Как? Православие, это же мертвая религия. Тем более, это не типичная религия, ну да, корни там православные, но это уже как бы это, ну, отжившая историческая религия. Но знаете ли, Бог показал ему, что Бог хочет спасти в этой самой индустриарийской церкви миллионы душ, которые не знают Христа, которые называются христианами, но реально не пережились на встречу. И Бог ему проговорил, Дэрон, ты спасен, но есть много людей, которых еще не спаслись. Они называются именем Моим, но они еще не спаслись. Кто им принесет Евангелие? Кто им принесет жизнь? И знаете ли, он стал изучать эту тему, интересоваться православием, все ближе и ближе к старшной книжке, поступил в семинарию православную, стал интересоваться, потом стал священником, потом стал епископом, архиепископом и для сирийской церкви. И сегодня один из таких, знаете ли, пламенных реформаторов американского православия. И, скажу, это тоже знак, определенный знак последнего времени. Слава Богу! И некоторые, знаете ли, батюшки возмущались, которые говорили традиционно, еще до того, как я начал свое служение, говорили, вот, там протестантов понаехали, а я им говорил обычно, знаете ли, если мы молчим, мы, хорошо, мы себя считаем, как бы, истинной церковью, а все остальные так вот, постольку поскольку. Седьмая война на кистине, вообще дальняя родня, и вообще даже, может, даже и не родня. Хорошо, но смотрите, говорю, если дети молчат, камни высыпают, даже камни будут лопить, вы думаете, что, ну, слово это не будет прозвучать, Богу все равно, что люди погибают, Бог приведет кого угодно, разных проповедников, корейских, африканских, кого хочешь приведет. Для того, а для одной цели, спасти погибающих, у него есть цель, и ради этой цели он все положит вообще, его великая цель. Помните, есть фильм, да, которая могла бы спастись, могла бы свою жизнь спасти, там, во дворце, и ее этот холокост не коснулся бы тогдашим, но, что сказал протеха ей, что ты и думать отца твоего погибнете, спасение все равно придет, с какого-то другого источника, я не знаю, какого еще, оно все равно придет. Мы не знаем, как, но если ты не исполнишь этого поручения, ты погибнешь. И скажу, что, друзья, Бог сегодня хочет спасти погибающих. Слава Иисусу Христу! Слава нашему Господу!